Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Извините, сразу не представился Меня зовут Роман Шкловский Я у вас с левой стороны экрана А на водительском месте известный инструктор по ловле рыбы нахвостом Александр Кипко А это его верный четвероногий друг И направляемся мы в Карелию, чтобы половить хариусов Причем ловить мы будем исключительно с помощью нахвостовой снасти Небольшая остановка Уж очень живописный порог на пути А так как помимо ловли рыбы в мои обязанности входит и съемка телевизионной передачи То такие места, как вы понимаете, я пропустить не могу Интересно, а сколько вообще порогов и рек в Карелию? Кто-нибудь считал? Вот озер я знаю более 60 тысяч А вот сколько рек и речушек неизвестно Что ж, дорога ведет нас все дальше на север А это мы проезжаем берега Ладожского озера Очень симпатичная дорога, не правда ли? Но признаюсь вам честно После получаса такой езды я начал себя чувствовать Как в лодке в открытом море во время шторма В общем, с непривычки может и укачать Еще одна плотина на пути Именно на этой реке, выше по течению И будет наша первая остановка Ну, а такое зрелище я, конечно же, пропустить не мог Тут слова не нужны Достаточно просто наблюдать за этой неукротимой мощью Субтитры сделал DimaTorzok И вот я на реке И теперь я хочу рассказать вам О небольшой особенности в съемке этой передачи Дело в том, что, как правило, я все делаю сам Так сказать, в одно лицо Сам путешествую, сам ловлю рыбу И сам же снимаю себя на видео Я же привязанный к камере Выставил, пошел и забыл, что привязан Камера привязана к аккумулятору, идет шнур Вот я пошел, камера упала Вот так и происходит съемка Итак, дубль номер два Очень интересное место на реке И я заметил группу байдарочников Сплавщиков И здесь очень хороший порог Должно быть очень зрелищным Вот я сижу, жду, когда они дойдут до этого места Вот, первые появились Наверное, впервые за все время съемок передачи Я наблюдаю за сплавом со стороны берега Надо признать, довольно непривычно И хочется к ним в байдарку Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, в этот раз я путешествую не один И раз уж мне повезло порыбачить с опытным хвостовиком Коим и является Александр Кипко То грех было бы не воспользоваться случаем И не понаблюдать за действиями мастера Не прошло и нескольких минут И первый хариус на крючке Хоть и небольшой совсем, но начало положено Как я понимаю, вот как раз один из тех случаев Когда может пригодиться владение разнообразными видами Нахлостового заброса Видите, с нашей стороны берег довольно близко И мушку надо посылать влево от себя Простой заброс над головой здесь вряд ли поможет Мушка может стать украшением первой же береговой ели Но я вижу, Александр решает сменить место ловли Здесь очень быстрое течение Большой перепад воды И вот это вот место, куда мы пойдем ловить рыбу Оно первое спокойное место на течении После довольно сильных бурунов Плюс там сходятся две струи И получается такой затешок и ямка И это место очень любит хариус Обычно он подходит на такие места Стоит либо на входе, либо на выходе из ямы Ну и там мы пытаемся его поймать Чтобы добраться туда, перейти речку вброд здесь очень сложно Вода сильно поднялась И придется спускаться ниже по реке И искать спокойный участок, где можно перейти И дальше по берегу подниматься, снова выходить сюда Да, ну, пошли ловить рыбу Но и ниже по течению перейти эту реку вброд Оказалось не так уж и просто Но возможно Можно 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 Париж Париж Тебе Все Видео Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оказалось не что-то, а практически всё. И если бы я продолжал в том же духе, то мог бы до самого утра рыбу так и не увидеть. Поэтому Александр так подробно и пытается мне объяснить все нюансы ловли. Куда забрасывать мушку, какую проводку делать, как управлять шнуром и прочие важные в нашем деле вещи. Продолжение следует... И вот результат не заставил себя долго ждать. Вот только это оказался не хариус, а небольшая форелька. КОНЕЦ Вот, друзья мои, это была моя первая пойманная в Карелии форелька. Вообще, это первая пойманная в Карелии рыба. Пусть она очень маленькая, но тем не менее очень приятная. Правда, нельзя сказать, что поймал я её сам. Мне в этом помог. Вот он стоит, инструктор. Вот он, главный герой, который помог мне поймать эту небольшую рыбку. Ну, которую, конечно же, я отпустил. Теперь я действую не на обум, а чётко представляю себе тактику и стратегию ловли. И самое главное, что я выяснил, при ловле на мокрую, то есть на тонущую в воде мушку, так вот, самое главное, не терять с ней контакт. Рома, Ром, вот там, видишь, быстрая струя такая. Вот кидай прямо в неё, и пускай выносит оттуда на спокойное течение. Рыба где-то на границе вот там стоит. У тебя заодно шнур натянется хорошо. Традиционный способ ловли на мокрую мушку, это ловли на течении, под углом к течению, на снос. Мушка кладётся, шнур кладётся под небольшим углом к течению, и в процессе ловли её сносят, и облавливаются какие-то локальные места, струйки, стоянки рыбы. Не стоит начинать ловить рыбу, сразу забрасывая мушку далеко, потому что, как правило, под ногами тоже рыбы ловятся, и первый заброс, что называется, нужно делать себе под ноги. По мере облавливания какого-то участка, можно чуть-чуть добавлять шнура, укладывая мушку всё дальше и дальше по струе, и облавливать вот эти вот какие-то интересующие места, камни, обраточки, заворотки и так далее. Очень важно при этом способе ловли контроль натяжения шнура при презентации. Очень важно, чтобы шнур сразу ложился натянутый на воду, и мушка начинала работать сразу после падения. Хотя бывают случаи, когда приходится забрасывать шнур немножко комкой специальным образом, чтобы мушка заглубилась, но, как правило, нужно сразу положить шнур прямо, и при проводке на снос очень важно, чтобы мушка работала на натянутом шнуре. В процессе проводки можно добавлять разного рода анимацию. Например, таким вот образом медленно и плавно выбираешь слабину шнура, придавая мушке дополнительные колебания. Также можно, стоя на одном месте, оставаясь на одном месте, менять угол заброса, то есть угол, под которым шнур ложится на течение. Это тоже влияет на проводку приманки и может спровоцировать рыбу на поклевку. То есть не стоит сразу, если не получилось поймать рыбу на какую-то определенную мушку, менять ее на другую, нужно попробовать разные способы проводки, анимации. В этом случае, может быть, просто рыбе не совсем удобно выходить на вашу мушку, и, скажем так, поменяв угол проводки относительно течения и места стоянки рыбы, вы добьетесь успеха. Редактор субтитров А.Семкин Если у вас что-то не получилось с забросом, и мушка легла, скажем, не так, как нужно, ну, вам так кажется, что она легла не так, как нужно, не нужно сразу из этого места выдергивать шнур обратно, пытаясь положить ее правильно. Лучше дать мушке уйти из зоны ловли, чтобы не спугнуть рыбу. И уже потом, вытянув излишки шнура, снова забросьте ее туда, куда вы хотели. Субтитры подогнал «Симон»! Сейчас попробуем поймать рыбку покрупнее. Как правило, хариус рыба стайная, и на яме может располагаться несколько стаек, как крупных, так и мелкой, так, ну, крупного и мелкого хариуса. И как правило, если в начале ямы ловился некрупный хариус, то в конце запросто может стоять более крупная рыба, поскольку чем рыба крупнее, тем более лучшее для себя место она выбирает на реке. Ну, в данном случае, похоже, так и есть, что в конце вот этой ямки стоит стайка более крупного хариуса. Сейчас попробуем его поймать. Не уверен, что у нас получится это с первого раза, поскольку чем рыба крупнее, тем более разборчиво она относится к приманке. Ну, вот несколько поклевок уже было, возможно, сейчас нам повезет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Настала и моя очередь показать, что уроки Гуру не пропали зря. Есть поклевка, но похоже опять, мягко говоря, не трофей. И почему-то опять форель. Субтитры подогнал «Симон» А вот уже что-то покрупнее. Буду надеяться, не сорвется, пока я снимаю со второй руки процесс вываживания. Вот, другое дело, уже на рыбу похоже. Так что вся рыбалка еще впереди. Увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»